ВОЛНА ДОНБАСС ВОЛНА ДОНБАСС ВОЛНА ДОНБАСС Мнение мировых лидеров значения не имеет. Главарь незаконной ДНР заявил, что решения Нормандской четверки для него пустые разговоры. А достигнутые на встрече договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе не являются для него обязательными. Об этом он сказал в ходе так называемого откровенного разговора с жителями оккупированной боевиками части Донецкой области. Главарь ДНР предлагает включить руководителей ДНР и ЛНР в состав Нормандской четверки, либо вывести из нее представителей Украины. Само по себе тут нет логики. Поэтому я предложил либо сначала вывести из Нормандской четверки Украину, тогда это будут посредники Россия, Франция, Германия, либо ввести нас, тогда будут две стороны конфликта, Украина и мы, и будут три посредника. 50 раз за сутки боевики обстреляли украинские позиции. Продолжают применять крупнокалиберное вооружение, запрещенное Минском. Активизацию обстрела военные эксперты связывают с недавней ротацией в рядах боевиков. Считают, что это попытки спровоцировать украинскую армию на ответный огонь, чтобы позже заявить о нарушении минских соглашений. С военными на передовой общался Александр Зыков. В зоне АТО под Докучаевском резко активизировались боевики. Украинские военные, которые несут службу недалеко от местного каменного карьера, в последние дни постоянно попадают под обстрелы противника. Особенно активно работают снайперы. Ранее, как ротации с контактом не было, то кого-то поймать на камнях было очень тяжело. А сейчас они не боятся, они работают прицельно, причем хорошо стреляют. Тут довольно таки вчера, когда там хлопцем поднималися, несли установку, то над головой просвистило довольно таки непогато. Они не боятся. И видно по всему, что запас снарядов РПГ очень много, потому что они этого не скрывают. Они шахтеры точно. Мне кажется, ротация прошла, потому что те не так работали, а те работают очень четко. Лучше, да? Да, намного. Специалист. Активно используют боевики и крупнокалиберное вооружение, запрещенное Минском. Вот такой подарочек прилетел. Противотанковый гранатомет. Маркировка. Российская Федерация нам такие подарки шлет. Произошла ротация у них. И они стали опробовать вот такое вооружение. Обстреливают наши позиции. Накануне на этой позиции был ранен украинский военный. Осколки гранаты ранили его в голову. Квалификованные лекари. Ему уже надали медичную допомогу. Зашили и через трижды он будет уже с нами снова. За минувшие сутки в зоне АТО среди украинских военных погибших нет. Четверо бойцов получили ранения. Вместо отдыха в теплых краях помощь в прифронтовом городе. Врачи из первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова приехали в Попасную. Помогать местным жителям в свой личный отпуск. В каком условии работают и живут медики, расскажут наши корреспонденты. Медики-волонтеры из первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова приехали в Попасную. Здесь на протяжении месяца они будут оказывать помощь местному населению. Делают это не впервые. Заехали в Попасную в 15-м году, в эту лекарню. Было тут очень сиро и пусто. Никого не было. Люди потребовали помощи. Было тяжело работать. Светлана медсестра с 20-летним стажем. Сюда приезжает третий раз. Рассказывает, в сравнении с прошлым годом сейчас работать легче. Юрий Хирург из Киева. Попасной впервые. Занителю работы к нему обратилось около 20 человек. Живут врачи в подвале больницы. Из мебели здесь стол, электроплита и кушетки. Но поспать зачастую не удается из-за регулярных обстрелов со стороны боевиков. Главврач Попаснянской больницы рассказывает, несмотря на помощь медиков-волонтеров, рабочих рук все равно не хватает. К нам притока врачей нет. Потому что вся ургентная помощь у нас оказывалась нашему району, в городе Первомайске. Он тут недалеко. Поэтому был там госпитальный округ и туда все увозилось. Теперь, учитывая, что это все отделилось, теперь у нас все оказывается здесь. А врачей нет. Больницы Дружковки получат оборудование на 15 миллионов гривен. В местном медучреждении такого не было десятки лет. Отныне магнитную томографию после травм пациенты могут проходить, не выезжая из города. Причем совершенно бесплатно. В этом врачи заверили моих коллег с телеканала ДТБ. Новое медицинское оборудование производства в Великобритании и Швейцарии получили Дружковские больницы. В физиотерапевтическое отделение привезли аппараты, которые позволят пациентам пройти диагностику на современном оборудовании. Это аппарат лазеротерапии БТЛ производства в Великобритании и тоже магнитотерапии БТЛ производства в Великобритании. Это для лечения, может быть, использоваться травматологических больных, для проведения реабилитационных мероприятий и для терапевтического профиля. Новому оборудованию радуются и физиотерапевты. Теперь в их арсенале есть специальные тренажеры, чтобы помогать людям восстанавливать двигательные функции. У нас аппаратура работает с 1972-1973 года. Она давно уже исчерпала себя. Мы как могли, так и поддерживали себя. Медтехника в штате больницы нет. Мы приглашаем со стороны. Аппаратуре нужны профилактические осмотры хотя бы в месяц раз, раз в две недели. Оборудование довольно-таки сложное, новое. Для реабилитации людей, больных, я думаю, очень неплохо будет. Общая стоимость медицинского оборудования составляет 15 миллионов гривен. Эти деньги выделили из госбюджета. Правда, город заплатил и собственной казны 10%. По центральной городской больнице мы будем закупать оборудование для операционного блока. Это бестеневые лампы, это эндоскопическая стойка, которая позволит внеполосные операции делать лапароскопические. И это ряд оборудования диагностического, дорогостоящий. Это маммограф, передвижной рентгенаппарат, который сможет проводить рентгенологическое исследование у постели больного. Врачи надеются, что за месяц все оборудование будет в больницах города. Пациентов в городских коммунальных заведениях обслуживают бесплатно. Страшно, тревожно и двусмысленно. Такими словами описана выставка детских рисунков, которая сейчас проходит в Нюрнберге. Экспозиция называется «Украина. Мечты и реальность». Она состоялась в рамках партнерских отношений Харькова с этим городом. В экспозиции представлены работы в трех различных сериях, одна из которых посвящена войне на Донбассе. Выставка работ будет открыта до конца ноября. Очаровательная украиночка и боец правого сектора. Это только часть кукол, которых создает своими руками жительница Покровска. Средства, вырученные от продажи патриотических игрушек, девушка направляет на помощь украинским воинам. С умелицей из народа познакомилась Рита Задорожная. Настя увлекается шитьем с детства. Но мастерить кукол начала совсем недавно. За полгода из-под ее рук вышел с десяток персонажей. В каждого она вкладывает тепло своей души. Настроение должно быть обязательно хорошее, потому что это все передается куклу. Это энергетика, которая потом, ну куколка будет жить с человеком, и естественно эту энергию будет нести в себе. Шьет Анастасия на работе, когда выпадает свободная минутка. А работает она директором рынка «Светлый», что в Мирнограде. Материалы для кукол покупает тут же на рынке или в интернете. Говорит, удовольствие это не из дешевых. Одна только игрушечная обувь стоит более 100 гривен. Настя все делает вручную, поэтому процесс создания одной куклы занимает немало времени. По времени уходит около недели, потому что все делаю я вручную, все ручные швы, без машинки это все делается. Соответственно, долго выходит. Сейчас я делаю еще одного персонажа, пару этой девочки. Опять-таки заказали мальчика правосеком, но там надо будет вышить еще эмблемку ему. Для Виктории эти куклы имеют особое значение. Одна, как талисман хранит мужа, он уже второй раз пошел воевать. А другая напоминает о племяннике, который прошел Донецкий аэропорт и погиб от Дебальцева. 22-летнего Влада Казарина семья похоронила этим летом. Сейчас Анастасия старается помогать бойцам, что на передовой, и матерям, и женам, которые ждут их домой живыми. На вырученные деньги мы покупаем в основном продукты, питание для нашей армии. С теплыми вещами нам помогают в основном люди. Мы пишем объявления, слава богу, помогают. Самая первая кукла «Украиночка» нашла свою покупательницу очень быстро. Купила ее переселенка из Горловки Виктория Заводова. Она говорит, что кукла сразу пришлась ей по душе. Когда она куколку сделала, выложила ее в интернете, я в нее влюбилась. Так у меня появилась моя Настенька, мы ее тоже Настей назвали. А мама увидела Настеньку и сказала, ой, я хочу такого мальчика. Вот у нас теперь пара есть. Вместе с покровскими активистами из организации «Украинское патриотическое движение Донбасса» Настя уже давно помогает украинским воинам. Ребята закупают и передают бойцам продукты и теплые вещи. Вот и от продажи кукол часть средств идет на волонтерство. Присоединяйтесь к компании Черноморки в Фейсбуке и узнавайте последние новости оккупированных территорий. И не забывайте о нашем сайте BlackCityV. А пока у меня все. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова